Первый подъезд дома номер 10 по проспекту 30-летия Победы стал центром притяжения для жителей соседних многоэтажек. Здесь состоялась встреча с главой Заречного Олегом Климановым. Горожане готовились к ней целую неделю. Мы опросили всех жителей, какие есть у кого вопросы. Ну вот, например, по нашему дому, по 12-му, и были какие-то общие вопросы у нас и с 12-м, и с 14-м даже домом. То есть мы сначала все эти вопросы обсудили, у нас были общие вопросы и конкретно касающиеся каждого дома. К общим проблемам можно отнести состояние асфальта на внутридворовой территории. Кроме этого, жители просят опилить тополя. Пух очень усложняет жизнь аллергикам. Еще один наболевший вопрос – контейнерная площадка. Это у нас болезнь всего двора. Это площадка по вывозу мусора. Контейнер в ужасном состоянии. Площадка сама. Ее бы промыть, как бы контейнеры поменять. Но это невозможно. Вывозом мусора не мы занимаемся, а региональный оператор. Мы ему скажем, чтобы он занялся. И вот твердые отходы тоже. Какой-то график установили. Не твердые, а крупные. Вот эти крупные отходы, да. Они иногда прям недели и две лежат, наваливают и наваливают. Помимо этого, жители представили целый список проблем, касающихся отдельных домов. Во внушительном перечне – установка почтовых ящиков в подъездах, покраска лавочек, ликвидация сухих деревьев, уборка территории за домом и многое другое. Потом сделайте таблички на подъездах. У нас нет. И какая квартира, какой подъезд. Этого ничего нет. Вот яма залатать на территории. Вот и все. Как и на других подобных встречах, во дворе на проспекте «Тридцатилетие Победы» вместе с главой города присутствовали его заместители, представители управляющих компаний и других организаций. Это дает возможность оперативно рассмотреть все вопросы жителей и наметить план их решения. Это действительно хорошая традиция, которая позволяет поговорить на встрече без галстуков. И несмотря на то, что активные жители никогда не оставляют ни управляющих компаний, ни администрацию, ни депутатов с вопросами и проблемами, тем не менее, все равно прямое общение – это бесценно. Что-то мы можем сделать сами. Иногда приходится долго добиваться решения ЖКХ, например. А когда приходит власть к людям, то вопросы решаются быстро. Все вопросы и проблемы, озвученные жильцами, записаны и занесены в протокол встречи. Их решения находятся на контроле администрации города.